Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Сегодня мы, безусловно, подводим итоги двухдневного свидания американского регулятора, которые были опубликованы вчера вечером. Событие, которое для покупателей было чуть ли не последней надеждой покупателей доллара все-таки получить вот этот сигнал, обуст, катализатор для роста, к сожалению, это событие основа не оправдала ожиданий оптимистов. И даже на протоколах, которые в целом нельзя характеризовать как сверхмягкие, я бы даже вообще предпочел избавиться от налета мягкости, говоря о том, что в ходе этих протоколов мы лишь услышали прежнюю позицию регулятора, в позицию, подтверждающую приверженность, собственно, как в политике высоких процентных ставок, так и скорого о сокращении баланса. Но доллар все равно не вырос, и на этом фундаменте не знаю, что ему такому нехорошему. Нужно еще, может быть, те отчеты, которые недооцениваются, станут все-таки опричиной роста доллара. Может быть, в ближайшие недели мы получим больше конкретики положительной по реформам Трампа. Но это уже слишком, забегая вперед, тем более, что сейчас каких-то предпосылок и серьезных задатков для этого нет. Вот, опять же, общаясь с коллегами по поводу того, что происходит на финансовых рынках, очень большая ставка делается на сентябрь, поскольку в сентябре, как вы помните, ФРС после заседания будет давать бесконференцию. И даже если не в контексте, опять же, изменения процентных ставок, сентябрьское заседание интересно прежде всего тем, что трейдеры, аналитики, эксперты всех, кто хоть в коей-то мере обращает внимание на фундамент, ждут именно начала, первый этап выхода из тех облигаций, которые ФРС накопил за последние годы. И, соответственно, если, опять же, сделать логичную ставку на то, что ужесточение политики посредством избавления от облигаций должно привести к росту доллара, сентябрь и будет тем самым месяцем, когда мы получим все-таки обратную динамику, нежели той, которую наблюдаем сейчас, и доллар сможет ощутить поддержку. Но ведь до сентября еще надо дожить, друзья, у нас месяц июля еще не закончится, а впереди август. И если доллар так непростительно для себя, для такого все-таки харизматичного инструмента, особенно с таким фундаментом, позволяет так легко топтать свои ценовые позиции конкурентам, трудно представить, что будет дальше. Но мы, как и всегда, будем стараться все-таки следить за фундаментом. И в данном случае понимая, что доллар, ну как ни крути, должен расти, я думаю, что многие со мной согласятся, это бесспорно, действительно так. Но где этот фактор поддержки будет найден? Возможно, как я уже отметил, какой-то отчет предстоящих недель сможет оказать вот это стимулирующее воздействие. Ну ладно, о долларе мы, безусловно, поговорим. У нас, как и всегда, доллар японская иена, мы вернемся к анализу этой валютной пары. Давайте поговорим сначала про рынок нефти. Клосс прошлого торгового дня 51,03. Сейчас инструмент торгуется чуточку пониже, 50,98. Вчера мы видели, как нефть достигла максимума за последние два месяца. И произошло это благодаря поддержке правительственного отчета по запасам нефти и недельной динамике по нефтепроизводству. Что касается запасов нефти, друзья, они снизились на 7,2 миллиона, четвертой недели подряд уже спада. До этого у нас была статистика от американского инсцентра на нефти, там были ожидания еще более крутые, минус 10,2, точнее, по их предположению запасы снизились на более существенную цифру. Если сравнивать с прогнозами аналитиков GlobalPlace, то там цифры поскромнее. Ну, тоже, разумеется, со знаком минус, потому что мы уже нашли причину, почему сейчас запасы снижаются. И, опять же, если посмотреть на долгосрочные взгляды и прогнозы по рынку нефти, те, кто делает ставку сейчас на запасы, ну, в принципе, мы видим, действительно, эта статистика приводит к движению восходящей нефти. Придется, опять же, споткнуться с обратной динамикой уже по показателям в сентябре. То есть еще и по нефти у нас очень переломный такой момент в первом осеннем, соответственно, месяце. Потому что осенью, как и всегда, резко снижается активность автолюбителей. Это приводит к снижению загрузки нефтеперерабатывающих заводов. Многие уходят на техобслуживание перед зимой, и в конечном счете запасы начинают расти. Я думаю, друзья, это то, что мы будем, конечно же, обсуждать в предстоящем месяце. Но сейчас нужно работать с тем, что есть. Запасы бензина тоже снизились, ну, отметив сезонность этой статистики, я предлагаю просто принять ее к сведению, но не искать особой поддержки для котировок нефти, даже если она была. На мой взгляд, основным фактором, скажем, разочарованием, наибольшим для продавцов, вчера выступили данные по добыче нефти. Вот у нас был тренд, из скольких недель подряд, даже не помню, когда мы оконстатировали прирост. И самое важное, самое главное, то, что за последние недели, за исключением прошлой, за последнее время статистика по недельному росту добычи была настолько вдохновляющей для продавц, что мы, в принципе, снова замахнулись на ожидание по тому, что штаты достигнут и выйдут на планку в 10 миллионов баррелей по добыче к концу этого года. Но и даже то, что вчерашний отчет показал, что за неделю производство нефти снизилось на 19 тысяч баррелей в сутки до 9.41, это, признаю, негативный локальный фактор, локальный ключевое слово. И ни в коем случае не статистика, которая не должна нас заставить переосмыслить, опять же, прошлые идеи. И снова, скажем, с большим уже оптимизмом и с меньшим скепсисом взглянуть на сделку ОПЕК, полагая то, что штаты ведь снижают объемы добычи, а при этом в рамках ОПЕК есть регионы, которые готовы и ограничивать экспорт и поставки, и есть регионы, которые вовсе готовы поддержать уже это соглашение впоследствии того, чтобы приткнуть к нему. Это речь идет о Нигерии. Ну, здесь уже вопрос тоже, скажем, ближайших месяцев, потому что Нигерия не разделит позицию ближневосточных стран по ограничению производства, пока не достигнет планки в отделе 8. Достигнуть это, если и удастся, то не раньше, чем через месяца 2, может быть, даже 3. Что касается реакции вчерашней на эту статистику, ну да, синхронное у нас снижение запасов бензина и запасов дистиллятов и нефти, и при этом спад недельного производства, может быть, в какой-то мере это уменьшило опасения по поводу того, что штаты будут выступать главным стопором для всех усилий ОПЕК, направленных на реабилансировку рынка. Но все-таки, друзья, я советую этот новостной фонд принять к сведению. Есть позитив. Давайте порадуемся за тех, кто заработал в долгосрочной на росте этого актива. Наверное, это справедливо, потому что не можем же мы вместе с нефтью валиться и фиксировать профит за профитом. Мы допускали то, что фундаментальный подход – это оценка долгосрочных трендов. Любой тренд, он имеет периодически стопоры в виде откатов. И в данном случае этот откат вот сейчас, собственно, и привел к котировке нефти в текущем значении. Однако, если мы посмотрим на прогнозы именитых инвестиционных банков и добавим нашу с вами объективную картину, видение того, что происходит, проблемы никуда не делись. И если единственное, что может реанимировать вообще спрос на этот инструмент в долгосрочной перспективе и поспособствовать тому, чтобы бренд претендовал на движение в районе 60, так это решение ОПЕК снизить до конца этого года объемы добычи еще примерно на 500 тысяч баррель. То есть с текущих 1,8 до 2,3 получается. И вдобавок это предложение, эта инициатива должна быть усилена еще и в первом квартале 2018 года примерно дополнительной коррекцией на 300-400 тысяч баррель. Если ОПЕК этих решений не примет, то тогда быть нефти гораздо ниже 45. Наша с вами цель 40 долларов за баррель. Друзья, я думаю, что участники рынка и, прежде всего, продавцы сейчас дали, конечно же, вдохнуть полной грудью покупателям. Пусть это нормально, это хорошая позиция, может быть, необходимая для баланса тех сил, которые присутствуют на рынке. И, скорее всего, если продавцы и решатся снова ринусом в бой, произойдет это только уже завтра, потому что завтра у нас Бейкер-Хьюз, статистику по количеству этих терминалов. Сегодня котировки нефти могут, собственно, консолидироваться в текущих значениях, может быть, даже показать какую-то дополнительную реакцию в виде восходящего движения на объект. Но, полагаю, что уже завтра мы будем постепенно переходить к коррекции, которая должна усилиться уже на следующей неделе. Рубль 59.44. Российскую валюту, собственно, поддержало восстановление цен на нет, но есть уже и негативный фактор в виде санкций. Это позже сейчас новость номер один. Особенно для российских реалий мы об этом уже говорили. Судя по всему, Штаты проявят решительность очередную в этом направлении и расти с еще одним битком ассанкционной агрессии со стороны Запада. Можно сказать, что Россия уже привыкшая, Россия уже научилась адаптироваться к этим вызовам международным, но это неприятный, конечно же, новостной фон, который сказывается на интересе иностранных, и институциональных инвесторов, касательно инвестиций в российскую экономику и, соответственно, приводит, собственно, к снижению их от курса российского валютного актива. Рисков для рубля очень много. Наверное, какой бы сектор мы сейчас экономики не рассмотрели, какие бы внешние факторы мы пытались характеризовать, и уж тем более оценивать ситуацию с нефтью, мы найдем только один лишь негатив. Поэтому, друзья, по рублю все-таки ждем то, что пара снова окажется выше 60 в самые ближайшие дни. Доллар японская иена. Вот здесь я выписал прям тезисы себе на маленький стикер, на листочек. Хочу обратить ваше внимание на них, и хочу, чтобы вы все-таки тоже признали тот факт, что сейчас рынок ведет себя чудовищно неправильно. В данном случае ставка, вовсе, мы ожидали, что ее сохранят на ближнем уровне, это 1,25%. Ставку не должны менять, когда после заседания нет пресс-конференции. То есть, если пересматриваются основные параметры, денежно-кредитные политики нужно давать весом официальных заявлений, это должен сделать председатель, в данном случае американского аудитория Джанас Йелин. Ну, поскольку вчера пресс-конференции не было, и рынок, в принципе, не готовился к тому, что ставки будут изменены, а ФРС нас предупреждал, что в соответствии с ожиданиями будет корректировать политику, ничего не произошло. А вот что касается заявлений, друзья, вот послушайте, ФРС остается привержен политике более высоких процентных ставок. Риски для экономики сбалансированы, снижаются, экономическая ситуация в целом в мировой экономике стабилизируется. Ожидают рост инфляции к 2%, которые являются целью. Расходы домохозяйства остаются на крайне высоких значениях и будут стимулировать дальнейшее экономическое восстановление. Сокращение баланса ФРС будет начато относительно скоро. Вот здесь, вот за эту формировку, все зацепились, увидев в ней негатив, потому что раньше ФРС говорил о том, что сокращение баланса начнется в этом году. А теперь вместо в этом году использована формулировка относительно скоро. Но мне лично смешно, опять же, пытаться даже оправдать снижение курса американской валюты именно по той причине, что рынок снова переоценил вероятность сокращения баланса. И получив подтверждение вот этой переоцененности, эти негативные настроения, которые тут же были проявлены на рынке, стали причинить движение доходности, трежались, падение индекса, доллара, и все это потащило с собой американцы. Но, друзья, вы понимаете то, что риторика-то жесткая остается. И ФРС начнется кращать баланс. По опросу рейтерс, 17 из 23 дилеров полагают, что уже в сентябре будут озвучены не то чтобы конкретные, опять же, ориентиры, планы, прогнозы. Уже последуют действия по избавлению, скажем, выходу из этих облигаций, которые пойдут с молотка именно первой порции и первой партии. Ставка по данным FedWatch, вероятность повышения ее в сентябре снизилась с 72% до 3%. Однако в декабре, друзья, она выросла с 43% до 47%. В целом, заявление, имея жесткую риторику, ясно, ставку оставили без изменений, но и никто не надеялся. Ну, разве это нельзя было использовать, чтобы, соответственно, подстимулировать рост американского доллара? Ну, выходит, анализировать чашную динамику нельзя. Видимо, доллар движется скрытыми импульсами, силами, которые, возможно, пытаются стащить его гораздо ниже от текущих значений. Но поскольку я фундаменталист, друзья, наверное, было бы непростительно для меня сейчас отказаться от того, что фундамент говорит одно, но раз он себя не оправдывает, давайте поступать иначе. Потому что вот это было бы уже неправильно. Я признаю то, что те решения, которые были приняты ранее, на основании объективного и адекватного фундаментального подхода, они не привели пока к должному результату. Но это не значит то, что они не приведут к нему дальше. В частности, вот, чтобы оправдать нисходящую динамику американца, а вчера можно еще добавить новостной фон по обсуждению Сената и новосования по поводу реформы здравоохранения. Так вот, в ходе последнего голосования не шла речь о том, что документы и план Трампа придет на смену Абамке. Речь шла о том, чтобы отменить ряд положений действующей программы здравоохранения Абам. И республиканцы проголосовали, собственно, против того, чтобы эти изменения были внесены. Может быть, в каком-то контексте, в какой-то мере, это снова напомнило трейдерам, что за текущий документ Абамуке, скажем, за его сохранность отвечает такая политическая сила, которую будет очень трудно свернуть в плане потенциальной замены на документы от Трампа. И это снова возвращает к негативу по поводу того, что Трамп не в состоянии реформировать экономику в соответствии с обещаниями. Но это моя позиция, такое видение рынка. Я просто озвучил вам то, что есть такое мнение лично у меня. Но, может быть, этот новостной фон не был определяющим для доллара. Сегодня статистики, друзья, заявки на пособие по безработице, заказан товар длительного пользования, а завтра уровень доверия потребителей, а статистика по годовому экономическому росту. Не буду ничего говорить, потому что мы, как только это делаем, все происходит совершенно обратно. Смотрим просто за цифрами и смотрим, как доллар отреагирует. Мне вот верится, потому что все-таки и не хочется думать, что доллар растерял вот эти мужские признаки, которые должны позволять ему доминировать против более слабых инструментов на рынке, тогда, когда есть для этого соответствующая поддержка. Евро против доллара. Ну, вы сами все прекрасно видели. Снижение, собственно, курса американца. Основа выпечила статус евро, как валюта фондирования, финансирования, максимум с августа 2015 года и хай 1.1776. Реализуются вообще просто невероятные ценовые значения. Мы уже видим не 1.18, люди уже говорят, что будет следом и 1.25, и даже 1.5. Но обычно так и происходит, когда на рынке разворачиваются серьезные ралли, несколько отличающиеся от того, которое должно было бы наблюдаться с счетом новостного фонда. Но трейдеры, которые верят в снижение евро, не оставляют попыток найти дополнительных причин, чтобы оправдать, почему программа количественного смягчения должна быть, да и в принципе все экономические стимулы сохранены и дальше в неизменном формате. Вот вчера я говорил про обслуживание долга, который сократился по стоимости, снизился с 4% до 2% за последние несколько лет за счет того, что программа количественного смягчения привела к снижению доходности немецких облигаций. Очень много сейчас делается акцента на то, что серьезные проблемы начинают испытывать и производители национально-экспортно-ориентированные. Если вы в этом сомневаетесь, друзья, посмотрите на последний PMI, в частности отчеты по еврозоне и по Германии в этот понедельник. Вышел там спад, и этот спад продолжается 3 месяца подряд. Опять же синхронно реагируя на то укрепление евро, которое мы видим последние 3 месяца подряд. Мы говорили про то, что курс евро 1.16 уже крутоват. И то, что 1.16 это уже тот ценовой ориентир, который будет оказывать давление, не ориентир даже, а та цифра, та котировка, которую мы видели на своих мониторах, это та цифра, которая окажет давление на индекс потребительских цен. И может отнять у годового показателя не меньше, но целых десятых процентов. Но здесь уже 1.18, друзья. Может быть, хотя бы сейчас Европейский Центральный Банк осознает риски, которые возникают, и начнет предпринимать хоть что-то. Пусть пустит, скажем, в оборот Питера Прата, который является главным экономистом Европейского Центрального Банка, и который всегда прекрасно справляется со своей задачей ослабить курс евро. Я думаю, что если мы в экономическом календаре в ближайшие несколько дней увидим то, что его выступление запланировано, ну тогда это будет одним из сигналов того, что евро готовится к развороту. Фунт против доллара. Здесь статистика по ООП. Данные, в данном выражении, снизились до 1.7% с 2%. Но фунт никак не отреагировал, потому что фунт-то больше был ориентирован на доллар. Доллар облажался и, соответственно, дал возможность вырасти бритацию. Не буду останавливаться снова на этом аксиве. Надеюсь, что вы услышали мои прежние посылы и рекомендации. Знаете, как действовать по этому инструменту дальше. Если не знаете, посмотрите прошлый бривен. Доллар канадец. Седьмая сессия роста подряд. Минимальные значения с 2015 года. Куда канадец прет, тоже не ясно. Ну да, можно сказать, что канадская валюта растет на слабости долларов. Признаю. Действительно так. Канадская валюта растет на сильных марта экономических данных. Ну, может быть, тоже так. Канадский доллар растет на ожиданиях еще одного повышения процентной ставки. Вот здесь уже под большим вопросом, потому что расти на ожиданиях на полтысячи пунктов – это круто. Тем более, что месяц назад, даже меньше месяца назад, банк Канады принял решение о росте процентных ставок. Уже хватит с этим новостным фоном. Все технические индикаторы сигнализируют о том, что канадец вошел в состояние сильной перекупленности. И на текущий момент, да, очень мощная поддержка 1,2450. Сейчас, кстати, USDK торгуется на отметке 1,2415, даже ниже этого уровня. Но, может быть, она еще отработает себя и не превратится в такую долгосрочную, в плане ориентира, в долгосрочный уровень в виде сопротивления уже, а не поддержки. Видимо, на канадцы сейчас единственное, что может повлиять – это резкий обвал цен на нефть. И все-таки восстановление позиций доллара, но ни первого, ни второго сейчас уже не видно. Но даже исходя из технических факторов, пора бы уже тормозить вот это наглое нисходящее движение пары USDK и рассматривать возможность на покупку. Я думаю, друзья, посмотрим сегодня еще за этой валютной парой, где закроется сегодня день. И, пожалуй, уже к завтрашней сессии, то есть завтра с утра вернемся к канадцу не просто для оценки новостного фонда, а к тому, чтобы снова им торговать. Австралиец продемонстрировал существенный рост и пробрался выше отметки 0,80. Сейчас котировки 0,8057, потащил за собой Невозеландца, опять же, на слабости доллара. И, возможно, австралийцев вдохновила статистика по прибыли китайских компаний, которые выросли за последний квартал на 22%, способствовало этому спросу на железную руду, которые действительно ищут котировки. Цены на этот актив последние пять месяцев идут исключительно вверх, а железная руда очень важна для Австралии, поскольку является одним из основных экспортных ресурсов. Ну, по австралийцу мы с вами уже говорили, австралийцы пытались, собственно, сбить с локальных хаев, это делал и сначала Девель, который является заместителем управляющего резервного банка Австралии, это делал и, собственно, Филипп Лоу, который возглавляет данный регулятор, но даже им не удалось ослабить курс австралийца. Но попытки были совершенно очевидны, они тоже начинают беспокоиться за то, что австралийц забался очень высоко. Поскольку мы говорим уже снова о многомесячных максимумах, я думаю, что условия с интервенцией должны усилиться. И резервному банку Австралии нужно предпринять что-то более стоящее и решительное, и более интересное, чтобы спровоцировать уже безоткатное движение австралийца вниз, соответственно, коррекцию ниже отметки 0,79. Так, из важных событий. Сегодня, в принципе, я уже сказал, два учета у нас по штатам. Это заявки на пособие по безработице заказан товар длительного пользования. Завтра статистики будут побольше, и завтра мы будем замыкать такую интересную и крайне нерезультативную неделю. Друзья, остается пожелать вам хорошей торговой сессии, хорошего закрытия. Нерезультативная неделя держитесь, терпите, особенно это справедливое напутствие тем, кто верит в силу фундаментального анализа и прекрасно понимает, что этот парадокс и нонсенс должен сойти на нет. Ну, как далее? Точно. Если есть вопросы, не забывайте оставлять их на канале на YouTube и параллельно благодарю вас тех, кто ставит лайки, большие пальцы. Мотивирующее воздействие очень серьезное. Спасибо еще раз. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»